Не нормативная лексика, поэтому 16+, мать твою. Зовет нас, чтобы мы, так сказать, зашли к нему. Ну, пойдем, пойдем, зайдем. Пойдем, зайдем к Сальери. Узнаем, что он хочет. Так, а где тут его? Вот это его комнатушка? Подожди, это же мы, получается, в сам... А, нет. А, ну да. Вон сам бар. Так. Полиэсэм на вас остальное. Все как обычно. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процент. Без проблем, босс. Постарайтесь не распускать руки без необходимости. Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть ангелами-хранителями. Гарантировать защиту. Мы не Костолома вроде Морелла. Мы выше этого. На услуга стоит денег. Мы справимся. Возьми у Ральфи машину. Хорошо, босс. Винни передает, что у него для тебя кое-что есть дом. Зайди к ним. Так, Винни, Винни, Винни. Он хочет рассказать дурацкую байку о том, как надрал кому-то жопу лет 20. Винни это Винченцо. Со стволами, да. Ну, пойдем, дойдем. Пойдем, дойдем. Посмотрим, что у Винни есть для нас. Так. Винни. Здорово. Я увидел это и сразу же подумал о тебе. Это что за пукалка такая? Ты когда-нибудь носил пушку? Стрелил пару раз на ярмарке. Это не в счет. Направь ее на цель вон туда. Смотришься ты неплохо. Ну, а теперь давай. Шалк, шалк, шалк. Бабах. И мозги по стене. Так. Теперь перезаряди. Вот здесь открываешь и готово. Оп. И еще запомни. Пушкой светить нельзя. Держи ее за поясом. Я понял. А достать? Когда начнется пальба, ты это, ищи укрытие и старайся не обосраться. Так. Спасибо, Винченцо. Я ценю это. Это для босса и Фрэнка я, Винченцо. А для тебя я просто Винни. Отлично, Винни. Винни-пух. Так. Ну, пойдем. Ну, пойдем. Пойдем посмотрим, что там у нас. Так. И машину теперь надо, да? Я так понимаю, взять нам. Осторожней там, ребята. Я видел Бифа, он говорит, Мах. Ух ты, какая тачка. Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локнем в стекло. Суешь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять стекло. Смотри. И... Учись. Круто. Да ты просто волшебник Рафи. Круто. Довольно-таки неплохо. Так, ну, понеслась. Так, нажмите В, чтобы взломать замок машины. А, держать надо, держать. Покажи, что ты умеешь. Опа. Вот так и надо. Отлично. О. Хорошего дня, парни. А что, она не заводится, или он уже завел ее? Так, ну давай быстрее уже. Первым у нас Эл. У него пекарня на Лонгмен-стрит. О, завелась. Лонгмен-стрит. Эл. Так, ну погнали. Пекарня. Где у нас пекарня? Опа. Так, едем в пекарню. Опа. Извините, ребят. Мы торопимся. Так. Пекарня на Лонгмен-стрит. Какой, типа того? Улица длинных мужиков, что ли? Лонгмен-стрит? Или я чуть неправильно помню. Ну ладно, похер. Так. А честно, они не разговаривают? Че они какие скучные сейчас? Кто пиздят, пиздят безумолку? А теперь вообще че-то перестали разговаривать. Так. Сыц. Традайвус. О, смотри, какой мотоцикл. А тут можно мотоцикли, кстати, ездить. Потому что в настройках управления есть, как управлять мотоцикл. Так, вот наше парковочное место, да? Опа. Смотри, как мы работаем, Том. Иногда все идет как по маслу, но иногда нам пытаются дать отпор. И тогда приходится импровизировать. Понял. Просто делай, что я говорю. Вовремя, блядь, предупредил. Войдите в пекарню. А, надо выйти из машины. Войдите, говорит, в пекарню. Сэм, Поли, как дела? Классно. Кажа, крошка, дуле. Ха, она уже не та крошка. Такая же ягоза, какой была ее бабуля. Это здорово, Эл. Просто отлично. У тебя никаких проблем нет? Может, шпана достает? Нет, нет. Ничего такого. Хорошо. Так ты собрал деньги? Они там, в подсобке. Я сейчас. Том их возьмет. А ты стой там, чтобы мы тебя видели. Трудно выдался месяц, Сэм. Я беспокоился, что не соберу, сколько нужно. Эл. Я так и знал, что ты не подведешь. Возьмите деньги. Че-то как-то подозрительно. А, вот бабки, да? Вот бабки, а вот бабка. Это бабки? А, сигаретный вкладыш. Паня. Так, я понял. Ух, ты какой бабулька. Вторая бабулька в игре и какая-то... Сука, опять. Увидимся через месяц, Эл. Скажи нам, если что-то понадобится, что угодно. Конечно, Сэм. Конечно. И маме свои привет передавай, Лада. Так, ну, я так понимаю, здесь без проблем все, да? Правильно? Так. Где там? По поле, Сэм. Давай быстрее. Че какой долгий-то? Дождитесь Сэма и поле. Так, мы дождались. Едем на следующую точку. Правильно? Так. Дальше по плану магазин старого Юджина. Китайская лавка на Таулоу. Он еще не помер? Так. Кого гляди и поврет. Вроде того, нет его племян. Ну, блядь, все какие. Как тут ездить, а? Никак не пойму. Че тут за правила такие странные? На самом деле, старого владельца зовут Юджином. Он китаец. Но его имя звучит похоже на Юджин. Так что мы его так и прозвали. Когда-то Поле разбил ему башку о прилавке. Году в 27-м, да? Ага, весело было. И с тех пор никаких проблем. Так вот, если приглядеться, увидишь кровь на прилавке. Бедняга так и не смог ее оттереть. Сейчас посмотрим. Сейчас прям посмотрим, где там кровь на прилавке. Мы держим этих узкоглазых пучки. Как-то заносит. Заносит. Понимали? Это наш город. Но с племянником Юджина мы пока не знакомы. Может, придется познакомиться. Так, ускорение, ускорение. Таран нажимаем. Так, кто там? А, это кто-то на улице, да? О, China Town, да? Я так понимаю. Въезжаем. Смотри. Так. Ой, ой, засмотрелся. Ой, прости, чурок. Том отлично водит. Больше тебе не придется чинить тачки ночами. Похоже, я набрал парнион. Ну, извините, извините. Да, Ральфу придется поработать. Ну, вишь, я ебальником торговать начал по сторонам. Вот, думаю, посмотрю, что сзади, что сбоку. Он посмотрел. Посмотрел так, что пришлось немножко клюнуть в ППЭС машину. Так, а, отдельный парковочный съезд один. Отлично. Сейчас я сам, сэр. Уверен? Да, уверен. Я по нему не скучаю. Это поле один пошел. Дождитесь поле. Он хочет один разобраться. Когда поле чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть сделает так, как он хочет. Вот такой он человек. Да. По голосу понять можно. Да добра это не доведет. Но ему надо давать шанс все сделать самому. Пускай порезвится. Сейчас будет что-то нехорошее. А там еще коп ходит, судя по карте, да? Рядом. Да. И едут. Тебе племяннику Юджина не до смеха. Если поле завелся, его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в холлбруке. С тех пор бедняга прикован к креслу каталки. Какие страсти рассказывают, да? О, работа, блин. Вот и он. Быстро управился. Нормально все надеюсь? Или еще хорошее. Поехали, пока нет копов, Дон. Давай в мотель к Биллу. Поезжайте к Юджина заплатит на следующей неделе. К мотелю. Сверху добавить. И как он? Нормально. А прилавок? Ну, чутка крови испачкан опять. И как сильно? Ничего, вытрет не развалится. Когда на ноги встать. Понятно. Короче, он отхуящил чувака. Вот. И тому, видимо, хреново. Историй о племянниках китаезов, которые оттирают в прилавке от собственных кровищ. Да. Вроде это было нетрудно. Не трудно. Так, это мы куда-то за город едем, получается, да? У вас как-то само все выходит. Ну, а я чем хуже? По-твоему, это любому по силам? Мы с Полли годами работаем на этих улицах. И тут приходишь ты. И думаешь, что сразу во все врубился. Я не говорил это, Сэм. Я... Ты первый день на работе. Ты даже не представляешь, что мы здесь делаем и как мы это делаем. Сэм, по-моему, ты... Нет, Полли. Этот шкет думает, что он теперь крутой. А я таких, как он, в землю зарывал. Думаю, тебе самое время извиниться, Дон. Извиниться? Я бы, может, и извинился, если б не заметил, как ты лыбу давишь. Ха, а его проняло, Сэм. Точно проняло. Я отсюда могу унюхать, что он обделался. Не, не проняло меня. Когда малыш Тони пошел на дело в первый раз, он передо мной на коленях стоял, пока не понял, что я шуткую. Ага, ты справился куда лучше-нибудь. Весельчаки. Ёпта, куда деваться? Весельчаки одни прям, а? Ну, давай, быстрее, гони. Томми, чё с машиной? Ненавижу ездить за город. Ты вообще всё ненавидишь. Но за городом не хуже всего. Почему заведение у нас в списке-то? Ой, опять я чё-то смотрелся не туда. Том отлично водит. Больше тебе не придётся чинить. Да хорош подъёбывать. Ну, ты каждый раз, что ли, будешь, как я буду куда-нибудь въёбываться, про Ральф вспоминать. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и, вообще, всего того, чем заведать. Мы должны забрать целый мешок наличных. Этот парень нам задолжал, понимаешь? А то босс будет в ярость. Да, это место приносит кучу бабла. Чем меньше внимания привлекает заведение, тем больше денег мы с него обычно загребаем. Недавно у мотеля началась новая жизнь. Там на пути, в Лост Хэвент, останавливается кубинский ром. Его привозят прямо сюда. Ага. Так, смотри. Фига, как далеко мы едем, а? Реально. Реально далеко едем. Слов под защитой у Сальери. Но боссы другим семьям разрешают им пользоваться. Даже Борелла? Да. Для поддержания мира. К тому же он так далеко, что всем насрать. Пока все получают свою долю, зачем кому-то мутить воду? И то верно, да? И то верно. Кто-нибудь уже начал пасковать по улицам и тротуарам, как я? Похоже, ты не очень-то любишь природу, Поле. Но он ничего не любит. Не гулять, не заперти сидеть, не в городе, не за городом. Терпеть не могу быть на природе. Скажем, принимать поставку бухла посреди какого-то поля. Всегда говна пока лето, холод собачий. И темно хоть глаз выкать. Хорошо, что теперь ты с нами, Том. Сможет делать все то, что Поле ненавидит. Что ж, рад помочь. О, почти приехали. Мы на месте. Наконец-то. Ну вот тут сейчас по-любому. Это же за городом. Это вообще хреновое дело. Сейчас тут какой-нибудь геморрой нас ждет стопудово. Подожди, здесь есть он. Мы скоро вернемся. Ладно. Вот заставочка пошла. Раз заставочка пошла, ни хера хорошего. Не курить. Да ладно, Генч. Ну, конечно, зазнался уже сразу же, Томми. Ну вот и понеслась. Вот и понеслась. Геморрой. Ладно, держись. Так. Найдите способ попасть в мотель. Я так понимаю... Вот так, да? Нажмите Х, чтобы краситься. Украдемся. А, это нас пытаются тут. Кто, говорит, разбил тачки? Мунишин. Так. Скажи, говорит, мне чертово имя. Так, как туда пролезть? Как туда пролезть, как думаешь? Тут... Тут нам не... Тут я... Нашел. Кажется. Так, 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 так. Короче, надо было, наверное, подраться. Но я решил его пристрелить сразу. Наверное... Ой, сколько крови-то. Наверное, зря, да? Спалился. Да и хрен с... Все равно... Все равно тут всех убивать придется, я так чувствую. Во! Сюда ведь? Сюда, смотри-ка. Ага. Так. Короче, управление тут... Какие-то альты, блядь. Ну, вот... Ой, ладно. Ладно. Непыльная работа. Непыльная работа. Что-то она очень пыльная оказалась, я так вижу. Очень пыльная. Так. Загрузили последний сохранение. Так, это оно где? А, оно вот. Наверное, тогда лучше нам будет биту взять, да? Пока что. Правильно? Чтобы не палиться-то особо. Да. Думаю, пока лучше биту. Там вон ходит хрен какой-то, да? Забыл, как там их, если что, напрячь. На кью, по-моему, да? На кью, да. А, отлично. Лег. Лег. Охрененно. Так, ладно. Вот альт, на самом деле, на альт очень-очень хреново. Нажимайте, чтобы увернуться, типа. Так. А чей там так? Че здесь такое? Чей там так? Угу. Так, ладно. 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 Еще один. Все, по стелсу делаем. Хитманы ведь не так давно проходили с тобой, да? Так. Этот готов. Получится без оружия-то? Бля. Не очень мне нравится это дело. А тут че? Ничего интересного, да, особо? Да, тут ничего интересного. Так, погнали дальше. Вон там сидит. Хрен какой-то. И вот как-то его надо так это незаметненько, я так понимаю, обойти, да? Ух ты. Так, ладно. А где тут чувак сидел? Где-то тут сидел чувак. Короче, его нету. Ладно. Ладно. Спасите, Сэма. Зачем меня сюда поставили? Не знаю, зачем тебя сюда поставили, чувак. Ага. Так. Левый контрол, чтобы занять укрытие. А-а-а. Блин, тут управление хрен запомнишь, а? Так. Где у нас? Тут вообще делать нихера, да? Так, раз. Во-первых, ты че встал-то? Ты че встал? Ух. Вот там! Отхожу в укрытие! Залю всю кровь. Попробуй его, а то мне крылька! Он всех перебьет! Так, надеюсь... Со всех сторон, а ты смотри! Суки такие! Где еще? Где еще? Так, ладно. А, тут аптечки больше нету? Так. Где? Вы где, уроды? Ага. Я понял, бля. Я вас понял. Вон он. Вон он, вон он. Дарался, бля. Ха-ха. А их тут... Есть. Так. И у меня остался пистолетик только, да? Короче, у меня больше нет, я так понимаю. Патронов. Для дробовичка. Надеюсь, больше нет тут? Сэм. Сэм. Сэм, Сэм, Сэм. А вот и Сэм. Осталось тебе, дружище. Так. Боже! Держись. Все будет хорошо. Ты же здоровяк. Ну, ёп. Да ладно. Черт. Он взял деньги, Том. Я догоню урода. Ты как-то его догнать собираешься? Где Сэм? Внутри. Он жив. Да забирай бабки! Так. А Поле что, там в машине лежишь? А, нет. Так, короче, надо догнать. А! А! Так. А чё он как стреляет-то, блядь? Я чё-то не пойму, короче. Я понял. Я понял. Всё. Я понял. Так, ладно. А можно всегда на ускорении вот на этой буковке F ехать? Нет? Ой, ёп. Бля. Ну, надо так лохануться. Господи. Ну, блин, ну ты чё, деревянное укрытие проехать не можешь, что ли? Ну, давай. Так, этот тут уебался нам похер на него, правильно? Мы догоняем жёлтого. Всё, пусть он там чевряжется. Ух ты, блин. Какая тут дорога противная, а? Ну, ну! Ты будешь стрелять? Давай, 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 давай. Давай. Ты-ты-тс! Короче, блин, я лох. Короче, я лох. Не могу я два дела одновременно делать. То есть я, получается, или еду, или стреляю. Да чё? Да чё? Да какие вы, о чём вообще? Короче, ничего у меня не получается за рулём. Ничего не получается. Ну, вроде похоже, что от них избавились. Только жизни-то нихрена нету вообще. Короче, нам хреново. Ну, а, у него немножко прибавляется, да, типа. Но, надеюсь, это всё. Больше не будет. Подмоги у него. Ты смотри, какой геморрой-то, а? Ты смотри, какой геморрой. Всё, да? Обыщить разбитую машину. А, погнали. Я понял, каково быть частью семьи. Ощутил цену такой жизни. Видимо, прямо тогда и надо было сваливать. Ух ты, и хлопнули мы его. Ну, я уже не мог снова стать никем. Фуф, глава пройдена. Ни хрена себе не пыльная работа. Вот это геморрой. Вот это геморрой. Да. Вот это дело. Так вот, значит, как обычный водила вмиг превращается в мафиози, да? Просто повезло. Тогда я так не думал. Я припарковался на той самой улице, где из-за угла внезапно выскочили поли с Сэмом. Так вообще бывает. Мне казалось, что здесь не обошлось без высших сил. Ну, если тебе от этого легче, приятель, всё же тебе повезло. В смысле, ещё вчера ты был честным работягой, пахал, как вола, а все относились к тебе, как к иммигранту, как куча дерьма. А теперь у тебя полные карманы грязных денег с Альери. И ты уже хозяин жизни. Всё не совсем так. Тогда Альери ещё не рулил городом. Дон Морелло зарабатывал в десятки раз больше него. Покупал копов, политиков, судей. А кого не мог купить, запугивал, чтобы не мешали. Да уж, он и правда заставил весь город ходить на цыпочках. Вы слыхали про Джоу из Сухаря? Его имя было в деле Морелло. Боксёр, да? Да, тот самый. О, сейчас про кого-то боксёра будет голова. Да, вот это не пыльная работа, блин. Говорят, тем утром Джоу ехал на тренировку. И, может, замечтался о чемпионском поясе. Такой же, как я, кто-то сзади подъехал. Ты за рулём-то, что ли? Ты смотри, а! Иисус Мори, Господи, Дон Морелло, я не знал, что это вы. Кто-то ещё мог проезжать здесь на редкой иномарке Джоу и... Нет. Дон, простите меня. Я ехал очень медленно. То есть, это я виноват? Нет. Нет, сэр. Просто... Я ведь... Просто это моя первая авария. Конечно, ты виноват. В жопу въехал. Ремонт обойдётся недёшево. Да ничего страшного, сэр. Колёса в порядке. Только бампер погнулся. Мой брат сможет... Нихуя наглый какой, а. Смотри, 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 менты. Вот ублюдок этот Морелло. Вот урод. Прям вот... Слов нет. Это всё слухи, дружок. Я знаю, что Морелло зашибал кучу денег на поражениях Джоу и Сухаря. Всё так и есть. И всё же Морелло разбил беднягий череп и бросил его труп посреди улицы. Что-то не сходится. Может, Дон считал, что карьере Джоу и конец. Или пугал других, чтобы платили вовремя. Дон Савери считал, что Морелло теряет рассудок, когда взбешён. У тебя были другие проблемы с людьми Морелло? Сперва нет. Когда меня приняли в семью, всё было спокойно. Бывало, проучали парней, которые хотели отжать территорию. Но в остальном всё как обычно. Толкали бухло, давали защиту, частенько собирали дань по мелочи. Но врать не буду. Иногда мы отрывались по полной. Значит, не про боксёров следующая глава. Про их отрыв по полной, я так понимаю. Честная игра 1932 год Томми, спасибо, что пришёл так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки, ты в курсе? Да, конечно. Поле и Сэм поставили деньги на нашего. Майки Дана. Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колёса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби. Я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идёт. Потом он занялся серьёзными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силён. Так и было. Мы сделали всех соперников. Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник. Парень из Европы. И тачка у него пошустрее нашей. Что мы можем потерять? Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращаются ко мне за советом. Все они поставили на Майки. Будет новый чёрный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелло. Типа он стоит за европейцем? Я в этом уверен. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелло хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольётся, наши ставки сгорят. Все заводят, что гонки подставные. И чё тогда делать? Что насчёт тачки? Как раз они, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью. Забери машину европейца. Пригони нашему механику. Он там поколдует. И верни назад. Без проблем, босс. Ни хрена себе план. Так, поговорите с Ральфом. Так, ну, давай тогда на сегодня закончим. Ещё одну главу и непростую прошли. Даже убить там успели разочек. Вот, поэтому спасибо тебе огромное за просмотр. Если понравилось видео, подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Так. Ну, я думаю, завтра надо всё-таки будет поиграть в Шинму. Потом не забывать про Секиру. Да, я про него помню. Ну, и эту игру, конечно, мы обязательно в ближайшее время пройдём. Всё. Ещё раз всем огромное спасибо. Всем добра, удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!